На празднование годовщины деоккупации Печенежской общины Вера пришла в Ишиванке. Её удалось сохранить в оккупированном новом бурлуке. Вместе с флагом реликвию прятала в подвале. Когда зашли ДНР-овцы, приказали снять флаг на Старостате. Я ответила, что снимать не буду. Они сами сняли флаг, бросили, ещё и подожгли. Мы потом забрали. Он до сих пор в Старостате хранится. Сигаретами прожигали. Вера благодарна военным за освобождение родного села. И вспоминает, как не поверила глазам, увидев на улице технику с украинской символикой. 10 сентября. Три населённых пункта наши. Юрченково, Новый Бурлук и Артёмовка. Слава Украине! Героям слава! Наши парни быстренько заехали и быстренько поехали дальше по населённым пунктам. Поздравления, объятия, слёзы радости. Я же говорю, с караваем даже и не успели их встретить. На Аллее Славы в Печенегах женщины со слезами ставят цветы у портретов погибших бойцов-земляков. К Валере к первому я подошла. Мы жили с ним на одной улице. Я его знаю с самого детства этого мальчика. Парень ответственный. Когда началась война, он не прятался, он не скрывался ни от кого. Он пошёл добровольцем в армию. Военные, оборонявшие Печенеги, вспоминают, что в сам посёлок россияне так и не вошли. Тяжёлую технику не смогли переправить через подорванные мосты. А проникнуть пешими группами оккупанты побоялись. Местные жители организовали самооборону. Им удалось в первые недели поддерживать дисциплину и порядок в населённом пункте. А это показало противнику, что здесь есть подразделение. Неделя, две недели времени. За это время сюда зашла разведка 92-й бригады. Мы успели обустроить блокпост, который уже продемонстрировал противнику присутствие здесь вооружённых сил Украины. По данным радиоперехватов, они оценивали наше маленькое подразделение, где-то в тысячу нацгвардейцев. Военные, даже несмотря на опасность, помогали местным. Держали открытым переход через Печенежское водохранилище. По разным оценкам, спастись удалось более 10 тысячам человек из соседних сёл, из Купинска и даже Луганской области. Выигранное время, а ещё сплочённость подразделений украинских защитников не позволили противнику прорваться на этом участке, чтобы двинуться дальше на Чугуев и Харьков. Как только выяснилось, что противник планирует в том направлении прорыв, мы сразу привлекли свои резервы. Часть войск мы разбили на подходе, а потом уже был контактный ближний бой. Но мы выстояли. Всё прошлое лето, пытаясь выявить позиции украинских военных, захватчики стреляли по окраине Печенегов. Вот такой вид сейчас имеет Дом детского творчества. От дома Виталия остались руины. Четыре комнаты было, две спальни, гостиная. Тольмина попала. Неизвестно, что именно. Мужчина живёт сейчас в летней кухне. Несмотря на всё, содержит в порядке огород, выращивает овощи. Он признаётся, знать больше не хочет тех, кого когда-то считал братским народом. Говорят, по Библии надо прощать. Прощать врагов, чтобы Господь простил. А так, лично я их и знать не хочу. А так, лично я их и знать не хочу.